вот так вот опыт как и половое бессилие приходит с возрастом что называется я вам поставлю троечку натяжка только сначала натяжка всем привет вы на канале с дядей Мишей выбрался наконец-то я на рыбалку поймал плотвичку только что маленькую спустил вот ну что прикормка у меня сегодня фанатик хитрый лещ все мечта веща трофейного формата ну как то пока трофейные не попадаются да и погода у нас в Киеве жара в последнее время лютая ловим традиционно на опарыша ничего нового в Днепре опарыш рулит чуть-чуть не долетает не могу понять в чем дело как то он не бросает может в кормах тяжелый поставить полегче а и удилище скажем честно низ далеко не из самых лучших это мой первый фидер все никак не сломается о совсем другое дело слушай хорошо пошел вот так опыт как и половое бессилие приходит с возрастом что называется не летит поменяй груз просто я на этом удилище поменял вершинку у меня стояла тут более жесткий вариант такой для тех кто любит пожестче что называется вот на максимальный тест у меня тест до 120 грамм вот и стояла жесткая вершинка я поставил вершинку по полегче среднюю и и она как оказалось не бросает такие тяжелые груза ну ей это не нравится очень сильно зато 56 грамм влетела в точку за горизонт называя под клипс и такой удар не понял стояли-то поклёвка стоянный прям под клипс и такой удар я аж подумал что сильно замахнулся вот но не сильно нормально 56 кормушка все равно клипса не вырвать хотя дурака в руках знаете можно суши хочешь сломать это идиот нету не понял ухтышка обрыв поводка и даже не на узле а как же это так прикольно ни херово девки пляш ну были какие-то рывочки наверное этот может хищник срезал такое бывает когда маленькую рыбку тащишь хищник чих и срезает хищник позавтрак судя по всему так поводочки по поводочкам надоели мне эти спортивные заманухи с этими ультра тонкими поводками типа 0,1 такое 0,14 поводок сейчас видим как мы видим клюет монтаж онлайн только я поставил стопорок не люблю когда вываживаешь и грузик убегает от тебя думал тактика такая будет что половлю попробую на ближней дистанции потом попробую на дальней другим могилищем вот у меня второе еще есть мое ну я его так еще до сих пор и не промаркирился если честно ну я и не тороплюсь потому что если клев есть то заниматься нехорошими делами типа там ловли на 152 удилища ну это как-то мягко говоря жлобство вот поэтому максимум 2 не то это обычно на ближней на разных дистанциях а не так как вот у пианисты разложится на одной дистанции вряд а то рыбозаготовка идет на разных дистанциях вот прям под берегом два три четыре пять шесть семь делаю семь оборотов за бобон у меня такой как бы это типа на этот на удачу ха-ха-ха ну рыбаки народ за бобоны не сильно конечно ну смотря кто как я знаю есть народ вообще категорически против того чтобы брать там рыбу на рыбалку честно говоря я в это слабо верю именно в этот бобон насчет рыбы на рыбалку не знаю он есть один блогер ловит и таранку с собой берет и жареную рыбу с собой берет на рыбалку свою которую же и поймал да и нормально все у него и клюет и нет проблем это я думаю кто во что верит у того то и работает скорее всего я думаю что так человек верит в черных кошек что ему не подфартит так оно и будет а если он не верит то ничего ему не будет ну что какой там забросовый счет ну что какой там забросовый счет так полки там 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 3 тинь 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 молоденький выводок 1 2 3 4 5 6 7 утятка молодые самочка вот а селезня уже видать убили и съели ладно не будем а грустно попробовал я крючок кобра в принципе это не новость это так с дурок купил чтобы было сейчас поставим какой пуск вот 12 номер 12 номер серия фитер флагману про вот такой нравятся мне принципе эти крючки но это это дешевая телька них есть еще лучше они подороже но не с лопаткой они клёвые реально клёвые ну блин я так не люблю крючки с лопаткой вообще не люблю лопатку а а а а а с крючком, зараза, все уже не выпустишь, крючок в лодке остался, собака, дурком алоэ, еще и леска торчит изо рта, ну в общем, ах, да елки моталки, отдергается, как будто жить забрался, тебе же уже все капец, ты же же с крючком, в пузе, дуренький, короче, вот такое ах так, ах, вот и как, ах, вот и значит, какой, да, на самом интересном месте ах, вот и значит, какой, да, на самом деле, да, на самом шоколаде лодки ах, вот и и и и и поэтому, скорее всего, пора уже, будет, будет уже сворачиваться тем более сегодня суббота выходной день а это значит что сейчас начнут люди кататься на скутерах и на катерах на яхтах вот идут начнется гонки на скутерах соответственно рыбалка точно уже закончится вот но подведя итоги что могу сказать сегодня первый раз попробовал прикормку от юрия петрыша хитрый лещ старая версия предыдущая ну могу сказать она мне понравилась самом деле я приятно удивлен вот хотя не вся прикормка вот мне нравится от фанатика но тем не менее приятный такой бисквитный запах сладенький для леща самое то я хоть и добавил сегодня big roach флагмановскую арому вот такую пол банки меня ушло разбавил с водой пол бутылочки у отдавалась и пол бутылочки ушло на килограмм прикормки ну я также подлещик сегодня был и ни один один был очень хороший мне понравился вот два мелких один бедняга заглотил аж самые кишки царство ему небесное вот один был такой не знаю больше ладони моей сантиметров на 5 вот тот уплыл плотвы было сколько штуки 4 плотва мелкая такая зимняя я бы сказал плотва такой зимний размерчик тут котик бегал котика я покормил вот так что вот остался доволен пишите комментарии кстати на тему того как у кого какая прикормка какие запахи и вкусы работают сейчас летом вот в июне месяц потому что ну это интересно и лещ вот уже начал идти поэтому следующие рыбалки я буду ориентировать наверное все таки на леща чихонь я про втыкал в этом году как назло как всегда собственно говоря ход плотвы тоже про втыкали этими рыбалками с такой чистотой конечно не мудрено вот вы не сошло и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...